Итак, общественная палата взяла под контроль расследование стрельбы под Екатеринбургом. В конфликте участвовали около 30 человек. На миссии работает Мария Лебединская. Маша, я тебя приветствую. Какая ситуация в поселке сейчас? Здравствуй, Регина. В поселке сегодня достаточно мирно. Стрельбы уже не слышно. Но вот здесь до сих пор работают сотрудники полиции. Мы встретили следователя, который, возможно, опрашивал местных жителей. Ну а местные дети шутят и говорят о том, что вчера здесь развернулась настоящая война. Вот об этой как раз войне, как они называют этот конфликт, свидетельствуют капли крови, которые остались здесь на асфальте. Перестрелка произошла неподалеку от дома местного предпринимателя. Его зовут Олег, и вчера к нему нагрянули нежданные гости. Вкратце я расскажу предысторию конфликта. Причина уже, возможно, установлена. Правоохранители рассказывают о том, что 2 сентября Олег присутствовал на свадьбе в соседнем поселке под Екатеринбургом, Горный щит. Там он повздорил с другими гостями, 30 молодыми людьми. Казалось бы, конфликт был исчерпан. Однако на следующий день, спустя сутки, к Олегу приехал кортеж не хуже свадебного. 9 машин, среди них BMW X6, ВАЗ-2105, пожаловали к дому. И в этих машинах сидели 30 вооруженных молодых людей. Пока неизвестно, кто первый начал перестрелку. Однако численный перевес не оказал никакого влияния на исход конфликта. Олегу, который оборонялся выстрелом из карабина «Сайга», удалось ранить 8 человек. Все остальные обидчики, налетчики разбежались. А вот эти 8 своим ходом добрались в больницу. Вот мы сейчас находимся у ворот как раз дома, где Олег живет. Они сейчас заперты, там никого нет, потому что Олег после конфликта скрылся со своей семьей. Оказалось, что он человек не из пугливых, и о нем нам ночью в ночь перестрелки рассказал его сосед. Очень хорошие ребята. Здесь живет человек, у которого трое детей, семья. Он воевал в Чечне. Воевал, ну, короче, спецназ. Поняли? Да? МВД, спецназ, красные береты. Дивизия Держинского. Вот. Так. Олег его зовут. Олег. Ну, приехали, его сослуживцы. Скажи, мы... Вот на месте, где произошла перестрелка, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 18 гильз. Среди них не только гильзы от САИГИ, которые использовал Олег, но также гильзы от пистолета, который был, видимо, на стороне нападавших. 8 нападавших, как я уже сказала, добрались своим ходом в больницу, и там, в больнице, умер один из них. 27-летний боец ММА скончался на больничной койке, ну, а остальные семеро все отрицают. Они говорят о том, что вчера они находились здесь, в цыганском поселке, действительно, но они просто шли мимо, никого не обижали, а местный житель открыл на них, по ним огонь. Олег после того, как конфликт случился, забрал три ружья, которые зарегистрированы на его имя, забрал свою семью, жену с детьми и на своей машине Тойота отправился в Челябинскую область. Ориентировка разослана всем оперативникам по Свердловской области, также они отправили ее и в Челябинскую область. Но и вот на Тойоте, на которой сейчас передвигается бежавший стрелок, видны следы от выстрелов, собственно, которые получила машина повреждения во время перестрелки. Ну а вот стрелявшие молодые люди, которые приехали на девяти машинах, после того, как бежали в страхе отсюда, бросили свои машины здесь, открытыми, и в таком виде их уже нашли сотрудники полиции. Сейчас по Свердловской области объявлен план перехват, однако Олега задержать не удалось, и сейчас все подробности случившегося до сих пор устанавливает полиция. Регина, тебе слово. Да, Маш, ну что ж, судя по тем подробностям, которые ты нам рассказала, может и правы местные мальчишки по поводу того, что развернулась настоящая война, мы только понять бы, кто ее объявил. Тебе спасибо, это была Мария Лебединская, она на месте стрельбы в Екатеринбургском поселке находится. Продолжение следует... Продолжение следует...